Паук в туалете. Спасибо большое за донат. С просьбой подсказать аккорды припева и проигрыша после 1.33 по 2.14. Ладно, если не разберёмся, то исполнителю аккордов просто в личные сообщения напишем. Может он подскажет. Но здесь вроде понятно, вроде всё слышно. Это Е. Ну то есть это изворотливые, но это по сути сама гармония здесь Е, М, Г. Сейчас слием. Короче, здесь это Е, М, но его вариация такая, в которой есть ещё какая-то ступень, сейчас скажу. Там есть, короче, вторая и седьмая. То есть есть, короче, фа диез и ре ещё. Ну, фа диез он поёт. То есть. И на гитаре ещё есть, типа. То есть, короче, я так понимаю, он... Может быть, может быть, это будет видно где-то, как он это сделал. Ну, видишь, вот, скорее всего, если он в этой позиции, то он... Зажал пятую струну, седьмой лад. Типа, четвёртую, пятый. То есть, типа, ми, ми, соль. Может быть, сюда, там, можно на фа диез смещаться. Ре вот здесь, скорее всего. Это тоже, значит, третья струна, там, седьмой лад. И две открытых. То есть, что-то такое, скорее всего. Где-то вот здесь сперва. Потом у него идёт Г, но тоже с фа диезом, ф шарпом. То есть, который либо... Либо где, либо где. Ну, это, скорее всего, вот так. То есть, смотри, как берёшь обычный пауэр-аккорд Г, только смещаешь верхнюю на полтона ниже. Верхнюю ноту Г. Фа диез. Нет, подожди, нихера. Здесь бас фа диез. Аккорд тоже какой-то хитрый сейчас. Ну, это, это, по сути, типа, Д. Д просто с басом фа диезе. Короче, Г я неправильно сказал. Нет, там, соль никакого. Это С. А вот Г. Е, М. Дес с басом фшарп. С. Ну, С, ну, видишь, что он, С, М7, типа, да? То есть, вот он где-то здесь зажимает, соответственно, это будет... Восьмой лад, шестая струна, седьмой лад, пятая струна. Остальные открытые. У тебя будет до, ми, ре, соль, си, ми, типа... Довольно пиздодельный аккорд. Ну, то есть, здесь, короче... Здесь я не думаю, что есть смысл именно в точности пытаться понять, как именно он обыграл эти аккорды. То есть, я говорю, какие сами гармонии здесь сыграны. Здесь нужно не пытаться в точности, я думаю, повторить, что именно сыграно, а скорее просто сам принцип понять. То есть, он все аккорды обыгрывает, ну, типа, через первую, вторую, открытую, скорее всего. Какие-то добавляет вариации, типа, именно... Ну, то есть, сам принцип, как он добавляет эти вариации. Это в основном семерки, там, то есть, вторая ступень, седьмая, шестая добавленная. Все слабые, короче, всякие интервали... Ну, всякие ступени, которые добавляют просто красивые, вкусные интервальчики такие. Вот. То есть, какие-то аккорды просто, там, удобнее так брать даже. Это и удобнее, и звучит красивее. То есть, чем вот есть квинтуха С, а есть просто вот такой аккорд, где четыре открытых струны, и еще и клевая версия получается. А по сути, это просто, там, до мажор, то есть С. Здесь, смотри, здесь чуть-чуть другой обыгрыш. Типа Е... Е-М, но тоже с Р... Вот эта нотка там тоже есть. То есть, это у нас, скорее всего, открытая четвертая просто. То есть... Вот он создает такое, видишь, типа, мутное настроение прикольное. Вот тут просто, типа... Вообще, у них какой-то строй, скорее всего, там, может быть, другой. Е-М. Это... Б-М, она же. А-Ш-М-Си-Минор. Снова Е-М. Е-М-7 даже вот так. То есть, там... Нота Р, короче, есть. Ну, тоже, там, Б-М обыгрывается как-то. Так, и до 2-14. Ну, до сюда. То есть, короче, вот в этом проигрыше просто Е-М-Б-М... Только, ну, хитро обыгранное. А здесь, соответственно, Е-М-Д-Ц-И-Г в конце. Но, опять же, хитро обыгранное. Обыгранное с помощью вот этих вот... Того, что здесь получается... Вот вторая ступень, типа... То есть, они ноты выбирают вот эти, типа, нестандартные. Из-за этого звучат просто интереснее, чем, там, средний русский рок. То есть... Типа, добавить фа диез поверх, там, до мажора. То есть, та же, как бы, она вторая ступень в Е-М, но зато она, типа... То есть, она создает такое прикольное напряжение, ну, такое настроение, короче, долбанутое. Плюс, кстати, еще в той гамме, которая получилась здесь, к аккорду С, эти, Симпсоны мелодии сделаны. А здесь у него... Типа... Вот отсюда. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у Кста Типа здесь чуть-чуть мимо нот Там может быть что-то было Но вот вам пожалуйста пример Когда Либо сама идея, либо сама манера Исполнения, звук и все такое Плюс жанр настолько сочетается Вместе и прикольно, что все равно Получается балдеж А по сути В альтернативном Роке, чьи метали так принято Типа сладенько обыграть какие-нибудь Простые аккорды И в том числе сладенько Вокальные мелодии их как-то обыграть Мне без шуток вот это прям напомнило Сразу вот песню мне Нравится в последнее время припев Смотри вот эту И вот здесь я пытался аккорды уже снять Я ничего не мог понять там реально Смотри Там реально не бои наши То есть по басу ты что-то можешь понять А дальше только смотреть разборы А разборы там строй Open G И даже не Open G А другой чуть-чуть Типа вариация строя Open G И какой-то дабл дроп Там что-то вообще жесть Это было Stained Fate называется Блин, вот жалко, что это записано Даже вроде телевидения А звук все равно будто на микроволновку записанный Типа вот это с клевым звуком бы сделать И все, вот вам пожалуйста Типа подсгранж на русском Максимально балдежный Так, что, подсказал по аккордам Спасибо за донат, едем дальше Продолжение следует...